Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Человека зовут Елена, описывает она ситуацию, в которой у нее два начальника, один главный, второй после него. Первый назначил меня, впечатление, заместителем второго, но второй после этого стал относиться ко мне странно на собраниях с подчиненными и этими двумя начальниками. Они озвучивают их косяки, а потом их должна озвучить я. Это требование первого начальника, чтобы второй начальник и озвучивали проблемы в работе и предлагали пути их решения. И, соответственно, дальше идет описание того, как второй начальник Елену постоянно дергивает, делает замечания, кричит и всячески пытается дискредитировать перед другими сотрудниками. Вот. Собственно, Елена спрашивает, он ведет себя как хам, это очевидно, я в печали, что делать? Собственно, что делать, чтобы что? Наверное, такой главный здесь вопрос, ибо от этого, собственно, зависит дальнейшее. Если вы хотите, например, не реагировать на эту ситуацию или реагировать иначе, это одно. Это работа скорее с вашим отношением, с восприятием себя, других и так далее. А если вы хотите научиться коммуницировать с начальниками, с другими людьми так, чтобы... Ну, чтобы у вас не было ощущения, что вы себя предаете, это другой момент. И если вы хотите ситуацию поменять, это третий момент. Так что, в зависимости от того, чего вы хотите, в зависимости от того, какая ваша цель, я думаю, что уже можно будет намечать какие-то направления работы. Вот, если говорить по первому моменту, то я бы сказал, что данная ситуация происходит из-за некой вашей неустойчивости позиции, из-за некой такой нечеткости вашей позиции, а глобальной из-за неуверенности в себе. Вот в чем эта неуверенность в себе проявляется. Проявляется она в противоречии. Смотрите, вы пишите, у меня нормальный телефон, просто он быстро садится, потому что изношена батарея, нужно два раза в день заряжать. Чисто объективно, это не нормальный телефон. Понимаете? Нормальный телефон, это тот, который работает. И работает, собственно говоря, хорошо. Это нормальный телефон. А то, что описываете вы, это, скорее, ненормальный телефон, к сожалению. И идея заключается в том, чтобы вы признали, либо, с одной стороны, что у вас ненормальный телефон, если с ним что-то не так, или вы признали, что у вас нормальный телефон, но вы перестали тогда, как бы, ну, воспринимать, скажем так, проблему с батареей у него, как, собственно говоря, проблему. Потому что это, ну, в данном случае, если вы называете это нормальным, это не проблема. Вот. Вот это вот неустойчивость вашей позиции. Следующий момент. Почему я начал не с первого момента по хронологии вашего текста, потому что первый момент такой легкий, достаточно, а вот второй момент уже посерьезнее. Смотрите. Вы пишете. Когда, значит, сотрудники зашли, после того, как вас отчитывали, то коллега, которая присутствовала при ситуации, где на вас кричали, сказала, вы опоздали, только что было избиение на младенцев, Лену жестко отчитали. Да? Вы ничего не сказали на это. Почему? Себя не защитили. Начальник потом написал у тебя все хорошо, или ты просто съела лимон, я написал, что нет, ссылок, просто хочу спать. И это неправда. Это неправда. Вы здесь обманываете, получается, себя, и, получается, вы здесь обманываете других людей. Притом, притом, что по факту с вами происходит, ну, мягко говоря, немножечко другое. Не то, что вы описываете. Вот и все. То, что вы неконгруэнтны в данном случае, то есть, то, что происходит с вами внутри, не соответствует тому, что вы выражаете вовне, является проблемой. Вы это сдерживаете. Вы это в данном случае зажимаете. Да, нужно освоить способ корректно это выражать. Потому что, если вы начнете, там, грубить, да, или вести себя так же, как, вот, например, ваше начальник, то ничего хорошего из этого не будет. Поэтому нужно освоить методы без конфликтного общения. Это необходимо сделать. Вот. И, соответственно, уже выражать то, что с вами происходит. Уметь себя защищать. Не значит грубить. Не значит скандалить. Не значит ругаться и ссориться. Но защищать. Это разные вещи. Понимаете, да? Вот такой аспект. Ну, и, наконец, последнее, о чем мне бы хотелось вам в данном случае сказать. Вот последнее, что мне хотелось бы озвучить в данном случае. Это вообще в целом ваше отношение к работе. В целом, в целом вообще то, как вы относитесь к тому, что делаете. В целом вообще нравится ли вам ваша работа. В целом вообще нравится ли вам то, что вы делаете. В целом вообще насколько вам, в принципе, это интересно. То, чем вы занимаетесь. Понимаете? Это важно. Потому что, если вам не интересно то, что вы делаете. Если вас не интересует то, что вы делаете. То, что вы делаете, если вы делаете, то это в какой-то степени, я бы сказал, достаточно серьезная проблема. У меня создалось, вот, знаете, такое ощущение, да, что вам не очень интересна ваша работа. Я не к тому, что вы должны терпеть. Ни в коем случае. Я не к тому, что вы должны мириться с теми, что происходит. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я не об этом. Но я к тому, что, будь вам интересна ваша работа, если бы она вам нравилась, как бы, да, вот, то, вам было бы, ну, условно говоря, гораздо, ну, гораздо легче с ситуацией, да, вот, справляться. В данном случае. Потому что был бы некий такой мотив у вас, который, вот, помог бы вам лучше, ну, проще, если угодно, справляться с данной ситуацией. Ситуации. Вот. А так, конечно, вам, ну, тяжело, безусловно. Вот. Потому что вы чувствуете себя в этой ситуации жертвы. К сожалению. Вот, наверное, как-то так. Какой-то вот, пожалуй, такой ответ можно, было бы вам дать. какую-то вот какую-то такую историю в данном случае можно было бы вам в качестве, ну, в качестве обратной, может быть, связи презентовать. Вот. тут, вопрос еще в том, какая вы личность, потому что мне, например, показалось, что вы такой достаточно импульсивный человек, и мне показалось, что вы, ну, вот, знаете, в какой-то степени пытаетесь, ну, то ли выслужиться, вот, что-то, что-то, что-то такое. И, ну, понимаете, ничего хорошего из этого не получится. Вот. К сожалению. Просто потому, что ну, всегда вы будете чувствовать себя в такой вот зависимой позиции. Вот. Может быть, может быть, может быть, может быть. Все дело в том, что вы считаете себя недостойной того, что, к примеру, ну, назначили начальником, например, да, и так далее. Такой вариант вполне в себе возможно. к сожалению. Вот. Тут нужно смотреть. Уже более, наверное, ну, более детально. Да? Вот. так мне кажется в данном случае. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам мой ответ был полезен и интересен. Полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, безусловно, необходима.